Современные технологии помогают воспитанникам Духовно-просветительского центра Небеса в изучении христианских традиций. Но никакие инновации не принесут пользу, если они не подкреплены словом учителя и попечением духовного наставника. Семинар по обмену опытом школьных преподавателей православной культуры состоялся в Старом Осколе. Это семинар, где и ученикам, и учителям есть чему поучиться. Уважаемые гости, процесс моделирования, напомню еще раз, очень храбрит. Здесь звезд с неба не хватают, а сами изготавливают. К тайным мирозданиям можно приобщиться на уроках православной культуры и 3D-моделирования. В помощь гостям семинара по духовно-нравственному воспитанию в 17-й школе современное оборудование и консультанты-старшеклассники. А тем временем закончилась печать на нашем 3D-принтере, и вот такая маленькая звездочка, вифлеемская звезда, напечаталась у нас за 17 минут. Современные технологии задействованы здесь как средство доставки духовного слова до сознания детей. Помощь образовательному процессу, кино, телевидение и анимация. Жития святых в исполнении юных актеров сделали зрителей свидетелями событий отечественной и мировой истории. Наша Духа познакомилась с отрывком из жития святого богатыря Ильи Муром. Он защищал русских врагов, никогда не шел у нас в голову с врагами. Он прославлен как святой воин, сниживший меч воин, но духовный молитв. Его мощь покоится в древнем городе Киеве. Специальная лексика, используемая на уроках православной культуры в 17-й школе, помогает ее воспитанникам в полной мере ощутить глубину и богатство русского языка. Школьный музей с настоящими экспонатами является для учителей тем подспорьем, которое дает возможность преподнести тему христианства живо и интересно. Где в русской избе находятся иконы? Пожалуйста. Красный угол. Правильно. Молодец. Красный угол, ребята, это часть жилого помещения, где установлена икона или домашний иконостас. Теоретическая часть семинара формирования личности на основе православных ценностей обобщила опыт сотрудничества духовенства с данной школой на протяжении более чем 10 лет. Когда мы проводим занятия по основам православной культуры или же религиозной культуры, в которой включается и православие, то если наши слова не подкрепляются нашими делами, то дети, наверное, останутся глухи к нашим словам. Поэтому большую ответственность несет тот учитель, который преподает именно основы православной культуры. Ведь этот предмет отличается от других, и математики, и физики. Там необходимо дать знания. А здесь нужно передать свой опыт духовной жизни. Просветительский центр «Небеса» объединяет интересы школы, родителей и государства по воспитанию юного поколения. О своих впечатлениях от семинара мы попросили рассказать учителя с 60-летним педагогическим опытом Нину Исаковну Черепанову. Маленькие дети и дети среднего возраста в равной степени находились в атмосфере православной культуры, духовности высокой, осмысленности того, о чем шла речь. Речь шла о патриотизме, речь шла о благоверных наших, о святых, о тех, кто сегодня почитается. Преемственность традиций в образовании, использование интерактивных возможностей и современных средств обучения основам православной культуры способствует воспитанию гражданственности, раскрытию потенциала личности каждого и возрождению российского общества. Николай Черных, Дмитрий Зиновьев. Специально для телеканала «Союз» и «Старова Оскоба».